значит пока ничего не известно о формате проведения занятий вот здесь три человека находится в аудитории остальные вот там 24 подключились есть электронный список то есть у меня где-то я посчитал 64 человека но пока нет пока нет журнала а журнал видимо будет только на следующем занятии пока сейчас я вас не буду отвечать отмечать потом когда так сказать в режиме онлайн на следующем занятии я буду отмечать людей которые через неделю придут я соответственно отмечу и те кто сегодня подключился или присутствовал понятно да пока видите ничего нет то есть 1 сентября застает врасплох никто не ожидал что такое может быть до 1 сентября пока ничего не готово списков нет ну то есть электронные есть всего значит сколько там 5 преподавателей заявлены на вот аспирантов по педагогике и психологии ну в общем разработчица программы вот которую с которой мы начнем сегодня это зернова людмила павловна вот те к ней так сказать вопросы по поводу содержания меня зовут волков юрий аркадьевич волков юрий аркадьевич электронную почту я отмечу через некоторое время на запишу на доске на интерактивный кандидат исторических наук доцент ну исторических пусть вас особо не смущает этот курс я веду очень давно с 2005 года но с большим перерывом с 2005 по 2015 вел потом большой перерыв был вот и вот в прошлом году в двадцатом в двадцатом году с переходом на двадцать первый вот уже так сказать возобновленный курс ну тогда была несколько другая программа сейчас программа еще раз повторю на зернова людмила павловна разработала она ведет тоже у другого потока аспирантов педагогию педагогику и психологию значит сегодня у нас занятие вводная установочная поэтому презентации вам не будут показаны по возможности записывайте на доске буду наиболее важные моменты отмечать ну а со следующего занятия у нас уже будет собственно первая тема теоретическая это предмет психологии и так значит рабочая программа рассчитана на рассчитана на два семестра два семестра по итогам вы сдаете экзамен экзамен вот это будет где-то ориентировочно конец мая начала июня следующего года ну а за первый семестр у вас будет зачет без оценки это приятная новость да зачет без оценки обычно всегда студенты воспринимают благосклонно ну потому что как правило преподаватели всем ставят это уж совсем нужно быть это кстати отпетым в общем не очень скажем так чтобы не получить не дифференцированный зачет но тем не менее значит вопросы контроля они имеют значение и вот по вопросам контроля наверняка вас это интересует больше всего вот с этого мы как раз и начнем и так вот если вы откроете программу но программа есть мипте там несложно найти особенно так сказать продвинутым пользователем типа студентов и аспирантов если ее нет на посылке психологии педагогика хотя должна быть вот зернова лп у нее там точно должна быть на личной странице и так вот здесь и если ориентироваться на эту на программу да то здесь записано так что чуть ли не после каждого занятия должны проводиться тесты коллоквиумы и так далее конечно это все проводиться не будет но как это можно вот 64 человек это много хотя по сравнению с прошлым годом вот лично я перевел дух потому что там у меня было знаете сколько 180 аспирантов да разница есть почти в два раза меньше но все равно много поэтому вот на эти моменты вы особое внимание особое внимание не обращайте тут очень много заявлено самостоятельной работы тоже не совсем понятно собственно говоря что будет на выходе иметь это самостоятельная работа вот тут прямо написано критерий получения значит дополнительных баллов итоговая аттестация аспиранта проходит форме экзамена по билетам то же самое по би экзамен по билетам выглядит несколько архаично согласитесь да ну сейчас все больше другие формы контроля это всякие тесты вот поэтому насчет экзамена по билетам тоже отнеситесь к этому положению критически вот экзамен сдается в устной форме по типу собеседования ну то есть вот представьте себе 64 человека если с каждым беседовать хотя бы по 20 минут это слишком много времени получается поэтому все это нужно так создать понимать так создать весьма критически да теперь вот насчет самостоятельной этой работы что после каждой темы значит после каждой темы вот необходимо тест или даже коллоквиум ну коллоквиум вообще да трудно себе представить что это такое может быть все будет значительно проще итак первые семестры первые семестры пока видите я вам не докладываю значит содержание дисциплины через некоторое время естественно я вам все расскажу а пока вот сама форма контроля и так за первые за первый семестр обучения по от вас потребуется от вас потребуется так и так первый семестр презентация это вот обязательное условие успешного завершения вами первого семестра и получения зачета без оценки за этот семест презентация значит презентация через какое-то время ну скорее всего концу сентября я вам предоставлю темы их будет много порядка статьям вот что это такое это на только лишь электронная форма ну представляете да что такое презентация вот порядка 20 ну 20 это минимум от 20 до 30 слайдов или плакатов да вот по выбранным темам тем много поэтому один аспирант равняется что одна тема не нужно повторять эти темы вы вполне можете разобраться да с темой между собой все вы поддерживаете между собой контакты если к вы каких-то адресов у кого-то нет ну как говорится не то чтобы ваша проблема может отогробно прозвучить но по крайней мере вполне можно решить да один человек один аспирант одна тема и так презентация ну все это будет весьма несложной формы но некоторые требования вот уже в прошлом семестре готовили аспиранты презентации далеко не все из них были одинаково успешны и так вот сразу я вам требования сейчас тебе запишите и так от 20 до 30 слайда в скобках плакатов там обязательно должны быть иллюстрации то есть иллюстративный материал могут быть фрагменты текста ну обязательно да в принципе без фрагментов текста невозможно вот различные фотографии знаменитых людей но в зависимости от темы которую вы выбрали значит не должно быть никаких видеороликов вообще видеоматериалов то есть там это лишнее слишком много памяти до съедают и собственно говоря мы не кино смотрим ну в общем понятно да представляете вы же аспиранты вот такая презентация среднестатистическая к оформлению тоже особых значит не дал не может быть требований ну там запишите впереди на в начале тему свою фамилию но это группу и дальше собственно содержание в конце обязательно список использованных источников естественно включая интернет источники реальные да то есть желательно чтобы они соответствовали тому что на так сказать в них содержится вот все требования и так выполняем мы весь семестр в конце октября вам будут представлены темы вот и соответственно темы скорее всего будут выведены здесь на экран и на вы их каким-то образом себе зафиксируете вы выбираете сообщаете мне о выбранной теме ну или можете не сообщать но так чтобы не темы не повторялись вот единственное требование понятно да вот если темы будут повторяться то меры будут жесткие значит второй человек первый допустим вот написал например какая-нибудь там психология вопросы психологии философии платона да и под этой же теме я проверяю ставлю оценки вдруг вижу того на такую же тему я не принимаю следующую тему то есть зависимость от того кто первый значит подал поэтому вот это строгое требование что темы должны быть разные выбраны вами теперь окончание где-то 10 декабря учитывая то что зачет у вас будет за первый семестр где-то в средине декабря то вот где-то на 10 декабря ориентируйтесь ну естественно не в последний день там заранее вот как вы будете представлять я думаю что мы по опыту прошлого года обойдемся без мипта будете присылать мне в наличную почту в личку понятно да я буду проверять и там фидбэк соответствующие оценка с фидбэком обязательно то есть комментарии почему именно такая оценка вот ну и вот насчет я начал с того что не все на презентации по итогам прошлого года были одинаково успешны поэтому некоторые еще требования давайте зафиксируем что должно быть и с чего быть не должно значит внешние требования к оформлению я изложил насчет вот тематики в принципе вы можете предложить свою тему со мной согласовать вот со мной согласовать и соответственно я в зависимости от того какую тему вы предлагаете одобрюю или не одобрю вот теперь вот насчет прохождения дисциплины но я еще вам ничего не сказал из каких тем будет все состоять но тем не менее могу сразу сказать что педагогика у нас будет по остаточному принципу нравится кому-то или не нравится но по-другому не получается слишком большой объем материала по психологии ну и надо конечно называя вещи своими именами отметите ну скажем так определенный кризис современной педагогики да ну классическая педагогика сейчас не очень востребована вот взять даже школу не будем говорить про вузы да вот всевозможные школы гимназии и так далее но в основном там сейчас конечно ученики напирают на репетиторство да репетиторство далеко от классической педагогики потому что там стимулы совершенно другие ну короче как получится педагогика у нас будет по остаточному принципу но при этом темы будут как по психологии так и так и по педагогике понятно да то есть общий список тем тем и там в конце будут педагогические темы пусть это вас не смущает ну вашим услугам все ресурсы информационные современные интернет и все прочее поэтому если кто-то возьмет тему по педагогике тоже можете вне зависимости от того будет ли у нас что-то значит а ну тем более что в первом же семестре 2 семестр а темы будут по всему значит по всему курсу психологии поэтому придется самостоятельно поработать да вот если возьмете темы по педагогике желательно что чтобы вот какая-то супер современные вот там реформаторы педагогические ну по возможности их избегайте а не писать да но наверное представляете хотя другой стороны назовешь сейчас имя это все будет может неправильно истолковывать вот то как говорится направление педагогике который возобладал уже ну скажем так в 90-е в нулевые годы вот все-таки больше конечно если педагогические темы вот классические педагоги да начиная там от писцолодцы ушинского допустим софьи лысенковой шалвы аманашвили там ильина и прочих то есть такие вот ну скажем столпы педагоги педагоги вот но по психологии все естественно проще там можете брать и современные какие-то направления психологии но естественно привязываться основу к тем темам которые вам будут выданы к списку тем ну и возникает вопрос если вы сделал мы сделаем так сказать презентации вы сделаете а я их так сайт проверю а что у нас остается на второй семестр по второму семестру это как раз значится здесь программе мы будем выполнять пишем второе семестр это с с загадочная несколько слову да представляете что такое с с и чем она может отличаться от презентации если не представляете то я сейчас час вам объясню и так вот темы с и даны в программе В программе. Их всего 28 тем, а вам 64 аспиранта. Поэтому здесь темы могут повторяться, безусловно. Или же вы можете выбрать новую тему для эссе. Значит, смотрите, вот здесь тематика этих эссе, она будет отличаться от тематики презентации. Здесь имеется в виду, ну, как бы вот самостоятельная такая работа. Ну, например, проблема самоидентификации личности в студенческом возрасте. То есть здесь вы особо уже не найдете такой материал, чтобы скачать. Вам придется, так сказать, поработать. Но при этом, поскольку тем меньше, чем у вас всех, все темы эссе, которые изложены в программе, они должны быть рассмотрены. То есть кто-то из вас должен взять обязательно, даже если вам не нравится, но придется взять и с ней, так сказать, ее изучить. Значит, вот по эссе вы, собственно говоря, я планирую, вы будете защищать в конечном итоге в следующем семестре, в конце всего курса обучения. Ну, то есть вы изложите вот это эссе публично. Для этого, может быть, потребуется его, так сказать, распечатать, да, для, так сказать, убыстрения этого процесса. Вот. И, соответственно, по эссе вы тоже получаете, то есть вы не заранее мне не присылаете, а готовите это эссе для того, чтобы отвечать по нему на экзамене. Понятно? Это глубокая мысль. Но если не очень глубокая и непонятно, то давайте тогда, значит, еще раз повторю. То есть эти эссе вы не присылаете, вы готовитесь, чтобы они у вас были. То есть я с большим удивлением узнаю, что вы подготовили, какую тему эссе, но, в принципе, вы все равно будете согласовывать. Но отвечаете по ним на экзамене, понятно, да? Это у нас будет, значит, отчетность за второй семестр. За второй семестр. Эссе. Так, пока на данном этапе есть вопросы. Кстати, онлайновцы, да, дистанционники тоже можете задавать вопросы, если что-то не ясно. Потому что присутствующие вроде как все поняли. Значит, тут смотрите, здесь есть в этих, я не трогаю вообще, вот именно эти темы должны отработать. Если какие-то будут дополнительные, это уже будут больше 28, можете. Вот смотри, здесь, например, так звучат, звучат некоторые темы эссе, допустим, нарративы, да, нарративы, как проблема самоидентификации. То есть это уже глубины психологии, психологического знания, ну, а чего вы хотите, это уже будет конец второго семестра. Теперь, допустим, 28-я, например, тема. Одаренность в условиях репрессивной педагогики по повести В. Набокова «Защита Лужина», да? Ну, это не значит, что надо перечитать «Защиту Лужина», но во всяком случае, во всяком случае иметь представление и попробовать вот написать. То есть тут не должно быть слишком много по этому эссе, но вот вы должны раскрыть эту тему, как получится, как получится. Если к презентациям будут довольно жесткие требования, еще раз повторю, что если, например, будет презентация первый семестр, если там будет все бледно, да, неинтересно, если будет материал заведомо устаревший, ну, список источников я вам дам в конце этого занятия, то, конечно, будет и оценка соответствующая, невысокая. Если все условия будут соблюдены, там свой взгляд, допустим, довольно актуальный материал и так далее, это по презентации. Так, есть вопрос, можно ходить на параличность. Так, Егор Комаров, хорошо, так, я вам не сказал, где мы, собственно, присутствуем. Так, Егор, значит, это большая химическая аудитория, а нет, я сказал в самом начале, но, может, Егор подключился позже. Большая химическая лаборатория в лабораторном, ой, не лаборатория, аудитория в лабораторном корпусе. Бэй хим, бэй хим, сейчас, секунду, давайте запишем это, бэй хим, бэй хим лабораторного корпуса. Понял, да, Егор? Если есть возможность, конечно, можешь ходить. Так, ну, вернемся к этому, к нашей животрепещущей теме, значит, презентации и эссе. Презентациям, понятно, вполне конкретные требования. По эссе здесь полет мыслей, понимаете, полет мыслей. Вы можете совсем небольшую эссе написать в зависимости от темы, можете более распространенную, ну, конечно, в пределах разумного, да, если в электронном виде, то тоже где-то 15-20 таких вот слайдов. Можете их распечатать для удобства доклада на этом самом экзамене. Вот, ну, я думаю, что мы еще уточним, мы еще уточним, потому что это будет в конце второго семестра. А здесь вот презентации по первому семестру, берете тему и раскрываете. Понятно, да? Так, ну, я думаю, что на этом этапе все ясно. И теперь переходим к изложению порядка прохождения нашей дисциплины. Я ее буду называть так, как указана педагогика и психология. Но начнем мы, безусловно, с психологии, а, возможно, ей и закончим. И закончим. Почему? Потому что очень большой материал. Даже для года это много. Потому что, ну, нужно охватить основные психологические концепты, да, концепты. Итак, первое, что мы с вами рассмотрим, первое, что мы с вами рассмотрим, начиная со следующего занятия, это психология как наука. Ну, на эту тему, я буду примерно давать, на эту тему отводится не более двух лекций, не более двух лекций. В частности, на следующем занятии будет предложена презентация в рамках этой темы, в этой теме. Это отрасли психологии, отрасли психологии. Чрезвычайно сейчас востребованная наука в самых разных областях знания и человеческой жизни – это психология. Так вот, психология как наука. Содачи, место психологии. Ну, сегодня мы частично начнем, но основной материал будет на следующем. Дальше методы, отрасли. Вот. И сюда же входит понятие психики, да, понятие психики. Следующее – это, ну, методы там психологии тоже весьма, весьма своеобразные некоторые методы, да. Кто-то из, так сказать, отцов-основателей психологии, ну, то есть, те, кто основоположники, да, классики, упирали на индивидуальные различия, кто-то, наоборот, так сказать, делал ставку на, значит, общее в психологии, например, там, гештальты психологи, да, вот, кто-то в глубины подсознания вгрызался, например, Фрейд и его, скажем так, ну, не то чтобы ученики, они открестились от некоторых одиозных, да, по их мнению положений психоанализа Фрейда. Ну, все знают про Фрейда, да, если даже ничего не знают про психологию. Так вот, значит, по-разному развивалась психология, значит, и вот после того, как мы с вами рассмотрим вот эту вводную часть, да, то есть, психология как наука, у нас довольно такая большая тема заявлена – это психологические концепции. Или, по-другому можно сказать, это история развития психологии. История развития психологии. Ну, долгое время никакой психологии не было и в помине, да, она зародилась в недрах философии, в недрах философии. Ну, вот Платон уже философ был, да, и в то же время он рассуждал там, значит, о всяких душевных, да, то есть, он рассматривал человеческий организм именно через призму различных душевных, так сказать, различий. То есть, одно дело – голова, другое дело – там сердце, да, и другое дело – алчущее начало, да, это, значит, желудок, живот, то есть, там, где наиболее приземленные, так сказать, желания человека обитают. Ну, видите, вот он, можно сказать, Аристотель вообще трактат о душе написал, хотя, безусловно, было, все это делалось в рамках философии. Так вот, психологические концепции, ну, потом, правда, уже значительно позже были попытки психологию объяснить сугубо, естественно, научных, да, таких позиций, такой бульгарный нейтрализм. Ну, может, кто-то слышал, Рене Декарт, который вообще отказывал, значит, ну, на такое традиционное понимание души, психи, как ее задали еще древние греки, то есть, он говорит, ну, все сводится к нейрофизиологическим процессам, да, какие-то импульсы проходят, примерно, как в какой-то машине, правильно, тогда же была, начиналась эта великая промышленная революция, то есть, разные подходы. Вот это мы с вами все рассмотрим, значит, ну, в том числе, конечно, классику психологической мысли. Вот это психоанализ Фрейда, это концепции Адлера, допустим, Юнга, вот, Скиннера, поведенческая концепция, то есть, бихевиоризм, это вот такой у нас следующий будет. Ну, а все это, да, я не сказал, вот тут в этой самой программе, это обозначено модулем, то есть, всего два модуля, первый модуль – это, значит, психология, и второй модуль – это педагогика. Вот, так вот, сейчас мы рассматриваем первый модуль – это, ну, не то, что психология, а основа психологии, да, так вот, психологические концепции или история возникновения развития, значит, возникновения развития психологии, это будет, как бы, у нас следующее, ну, там будет порядка трех лекций, вряд ли меньше, вот, может быть, две, ну, то есть, можете, кто записывает, две-три лекции будет по этой теме. Следующая мы переходим к такой теме, как психология познавательных процессов. Здесь, здесь, в этой программе она идет после психологических концепций личности, но я думаю, что логически, конечно, с психологии познавательных процессов необходимо все начать. Это основы психологии, это примерно как общая физика, да, то есть, с элементарными понятиями, ну, например, там, сила трения, да, там, масса тела, вес, там, чем они отличаются, ну, все вы изучаете физику, изучали, да, и в школе, и на первых курсах вуза. Вот с этого все начинается. Психология познавательных процессов. То есть, здесь, собственно говоря, мы будем рассматривать самые первые ощущения восприятия, там, память, мышление, ну, много чего, воображение. Это все вот такие основы психологии. Большая тема, ну, где-то порядка четырех занятий будет не меньше, четырех занятий не меньше. Дальше, следующий, значит, такой раздел в этом модуле психологии – это сознание. Все о сознании, да. Сознание – это, можно сказать, высшее достижение человека как психо-физи... социального существа. Так, Андрей Курашов. Те концепции, которые мы будем рассматривать, считаются научными по современному. Так, Андрей, мы будем рассматривать только те концепции, которые не вызывают никакого сомнения у подавляющего большинства, даже современных ученых, да. То есть, в принципе, можно, конечно, ну, тут как мы, по сути дела, будем с ними знакомиться, да. Если, например, есть антифрейдист, вот когда Фрейд в свой психоанализ выступил, да, вот, тут свистели, топали ногами, подвергали его обструкции, но он, значит, не научен. Так, ну, вот, насколько мне известен, не научен. Ну, знакомиться-то все равно мы с ним будем. Это считается большим достижением в психологии. Как это он, интересно, не научен. Вот все эти подсознания, да, и все то, что, так сказать, неосознанные подавленные желания. Ну, хорошо, можно считать по-разному. Ну, мы его обязательно будем изучать, потому что, ну, психология без психоанализа, конечно, хотя бы без знакомства с ним, да, конечно же, немыслима, да. Поэтому я понимаю, это, знаете, любая вот общественно-политическая дисциплина, ну, собственно говоря, скоро уже и квантовую механику, да, будут подвергать сомнению. Сейчас с современными объемами информации, с тем, что множество всяких сайтов, да, множество всяких порталов, где можно писать все, что угодно, никто, собственно, никакой ответственности не несет, конечно, это сложно ориентироваться. Ну, еще раз повторю, в конце, вот когда я вам, значит, эти, план прохождения дисциплины изложу, мы запишем с вами литературу, да, или именно литературу, не, значит, многочисленные вот эти интернет-источники. Вот, никаких ссылок я вам не буду давать, там, а то так вот сошлешься, неизвестно на что. Поэтому нет, будем, значит, классические вот эти теории все, значит, ну, тогда давайте Карен Хорни тоже напишем, а что там в ней научного, да. Там очень много у нее индивидуального, или, допустим, чего далеко ходить, какой-то Карен Хорни, Иван Петрович Павлов, да, все знают про него. Вот уж не научный, как не научный, да, мучил там животных, собачек, лягушек и так далее. Вообще был старикан весьма своеобразный, но, тем не менее, обязательно мы о нем тоже упомянем, а как же. Ну, здесь нужно в этой вот теме психологической концепции представить, как это все развивалось и к чему примерно подошло, пришло. Ну, может быть, не до последних дней, а, скажем так, до второй половины 20-го века с переходом в 21-й, но обязательно с ведущими концепциями мы с вами познакомимся. Так, Андрей, что, или ты на этом этапе уже скажешь, что я не буду, да, психоанализ слушать. Ну, можешь не слушать, в конце концов. Это же не значит, что его нету, да. Так, ладно, пока Андрей Кудряшов формулирует, все ли ему понятно или нет, пойдем дальше. Так вот, значит, психология познавательных процессов. Да, структура сознания. Ну, в сознании, собственно говоря, что мы, значит, рассмотрим? Это сознание, подсознание и обязательно эмоции, да, эмоции. Важнейшая часть жизни человека – это эмоции или эмоциональный фон. Вот здесь мы обязательно поговорим о самих эмоциях и таких неприятных тоже эмоциональных проявлений. А, ну, и понятное дело, Андрей, ну, в общем, понял, да, что знакомиться мы будем со всеми концепциями, ну, с ведущими. А отношение к ним каждого аспиранта, ну, не нравится вам, ну, что делать? Это же не значит, что нужно, так сказать, взять и переписать, значит, программу, скажем, что, дескать, устыдиться, что это мы про Фрейда и про Фрейда. Вообще удивительно, что долгое время до Фрейда, если уж зашло разговор, никому из вот этих вот, ну, скажем так, классиков психологии не проходила в голову простая мысль. Но если такой сложный, значит, такой сложный психологический фон присутствует у большинства людей, почему же нельзя как-то вот копнуть поглубже? А то все какие-то вот эти вот ощущения, восприятия, да, там, органы чувств, всевозможные, там, значит, вербальные информации мы воспринимаем. Сейчас в основном мы воспринимаем написанное, да, а еще лучше проиллюстрированное. А вот почему, собственно говоря, так велико различие между отдельными людьми, да, почему раньше не приходило в голову? Вот, пришло впервые Фрейду, поэтому обязательно мы о нем, конечно, будем говорить. Так, значит, так вот, насчет эмоций, это стрессы и фрустрации, да, стрессы и фрустрации. Это то, что отравляет жизнь современных людей, именно современных, потому что в традиционных обществах не очень, не очень это было развито. Ну, конечно, там называли, может быть, по-другому всякие психологические срывы, но вот постоянный психологический пресс, да, все-таки это свойственно именно современному обществу, сугубо урбанизированному и проникнутым информационными потоками, да. Так вот, значит, и, соответственно, вот нарушения сознания тоже здесь будут проанализированы. Следующее – это у нас общая и индивидуальная психики, общая индивидуальная в психике человека. Тема очень большая, но мы где-то две, максимум три лекции отведем на это, больше нет времени. Это имеется в виду индивидуальность и личность, да. То есть личность, например, обязательно складывается под воздействием, значит, социальных условий, да, социальных обстоятельств. Индивидуальность, социума, вот, индивидуальность – это, значит, высшее проявление индивидуального человека, то есть человек, который, значит, общепризнанно отличается от других, ну, естественно, в лучшую сторону, да, индивидуальность, ну, хотя не обязательно в лучшую. Так вот, здесь различные теории темперамента мы рассмотрим, мы рассмотрим диспозиционные направления и так далее, но времени на это будет немного, две, максимум три лекции. Вот, например, типологии характера, ну, кое-что вы, конечно, дополните, возьмете темы, допустим, презентации, там будут. Типологии характера их великое множество, да, действительно всех интересует вот именно это личностное начало, да. Вот, вот эта дифференциация подхода к людей, ну, есть экстраверты, интроверты, сейчас очень много внимания уделяется аутистам, да, аутистам, то есть вообще долгое время, ну, по крайней мере, лет 50 назад не очень-то вообще писали о них, да, то есть и сейчас не совсем понятна эта проблема, то есть люди не совсем вот такие, ну, с психологическими отклонениями, но не такие, как все. Вот это мы с вами рассмотрим, значит, общая индивидуальная психика человека. И, наконец, последняя такая тема, вернее, такой подмодуль, да, последний блок в первом модуле психологии – это социально-психологические феномены, да. Ну, многие говорят феномены, это не суть важна. То есть мы переходим от психологии индивидуальной, мы с вами уяснили, венец индивидуальной психологии – это вот именно различия, да, различия всевозможные. И переходим мы к социальной психологии. Это в первую очередь психология общения, психология общения. Как же вот это все происходит? Ну, человек, писал Аристотель, существо или вообще-то он называл греческим словом животное, да, политическое. Вот отсюда и государство по Аристотелю происходит. Вот его хлебом не кормит, дай пообщаться или, говоря современным языком, потусоваться. Да, вот он не может без этого жить. Отсюда всевозможные племена, народы и так далее. Ну, потом, когда народу становится много и родоплеменные отношения уже не удовлетворяют, значит, очередному этапу развития общества, появляется государство, да, государство. В государстве все регламентировано. И, соответственно, вот жизни человека, ну, конечно, шире, чем государство в социуме. И будет посвящен вот этот последний блок в первом модуле по психологии, социально-психологические феномены. Итак, психология общения, да, и психология взаимодействия как такового мы с вами рассмотрим. Вот, ну, в частности, значит, средства общения – это вербальные и невербальные. Вот, какие бывают проблемы, какие трудности в общении, мы раскроем, безусловно. Вот, виды и техники слушания, допустим, да, это важно, в общем-то. И, конечно же, взаимодействие людей в группах, в организованных. И что еще более актуально, наверное, да, это в неорганизованных группах. То есть различные межгрупповые отношения и взаимодействие в группах. Ну, это кажется вроде бы не так и много по времени, но на самом деле, на самом деле, вот, значит, первый семестр и добрая часть второго семестра у нас уйдет на изучение вот этих тем и первого модуля в целом, да. Второе – это психология. После этого у нас мы переходим достаточно плавно, да, должен совершиться этот переход, этот переход. Это к педагогике. Но, кто обеспечивает переход от психологии к педагогике? Это, безусловно, психологическая педагогика, да, психологическая педагогика. Такой плавный, да, как панда, по которому спускаемся. Или наоборот поднимаемся. Педагогическая психология. Ну, сейчас в каждом, в каждой школе имеется школьный психолог, да, который следит за тем, чтобы, ну, по крайней мере, для этого он, собственно говоря, предназначен. Вот, следит за тем, чтобы различные категории учеников, да, они входили в этот педагогический процесс. Хотя сейчас это все условно, да. Вот почему, собственно, педагогике мы будем уделять не очень большое внимание. Ну, слишком много всевозможных, значит, всевозможных новых вияний, да, проникло в педагогику. Это, в первую очередь, баллонская система. Это, значит, защита прав ребенка. Вот, о чем раньше и слыхать, не слыхивали, да, права ребенка. Сейчас это считается общепризнанным. Ну, то, что права ребенка приводят к уродливым весьма формам, это уже другой вопрос. Ну, никуда не денешься. Россия подписала все возможные, так сказать, документы декларации в этой области. Поэтому, в общем-то, сейчас все уже, можно сказать, перешло или в основном перешло на вот эти вот такие зарубежные, да, западные, якобы общепризнанные рельсы вот этой педагогики. Вот, воспитание в такой вот баллонской педагогике, собственно говоря, воспитание вообще неизвестно где, если оно есть. То есть, обучить это одно. Вот репетиторство. Репетиторство – наглядный пример, да, репетитору абсолютно, ну, преподавателю, допустим, в вузе, в общем-то, безразлично, да. Да, ему главное дать знания, безразлично, ну, психологическое состояние вот этого ученика, ну, в основном, да, есть, конечно, может быть, и исключения. Вот, главное дать знания, натаскать, чтобы он нужный балл набрал на игре. Ну, собственно говоря, в этом смысл работы репетитора. И многие родители, не скажу ученики, они ориентированы именно на репетиторство. Ну, знаете, ну, хотя вы давно уже учились в школе сравнительно, но, тем не менее, вот такая, значит, картина. Поэтому, значит, психологическая, педагогическая психология, безусловно, здесь подразумевает психологические особенности обучения, психологические особенности обучения. Ну, еще раз повторю, что дойдем мы или нет, ну, постараемся дойти, конечно. Вот, значит, дальше мы переходим к структуре педагогической деятельности, к структуре педагогической деятельности. Ну, это дидактика, допустим, да, то есть, как это все, механизм вот этого обучающего, обучающего процесса. Дальше, виды, методы обучения, как традиционные, так и нетрадиционные. И нетрадиционные, ну, собственно говоря, лучше, конечно, когда методы традиционные, да, нетрадиционные, это тут полет фантазии велик. Вот сейчас в целом ряде вузов преподаватели что делают, да, приходят, включают, заметьте, не какой-нибудь там материал в виде презентации учебной, а кино какое-то, да. И вот там, значит, смотришь, аудитория с интересом, ну, может быть, без интереса, студенты смотрят на экран, и среди них, значит, профессор сверкает, так сказать, с едиными лысинами, тоже с интересом смотрят на экран. Ни слова, ничего, ни полуслова, никак. Вот, это, конечно, уже перекос в применении новых средств обучения. Хорошо, когда все это сопровождается, естественно, разъяснением любой, пусть даже видеоряд, ну, и тем более иллюстративный, да, разъяснениями, какими-то комментариями, вот, со стороны преподавателя. Ну, тем не менее, вот мы остановились, виды, да, значит, виды педагогического общения, это всевозможные формы урока, да, вот, как традиционного, так и нетрадиционного. Дальше, значит, мы, возможно, коснемся особенностей производственно-профессионального обучения, ну, такая тема в традиционной педагогике всегда присутствовала. Сейчас вроде бы опять, значит, поворачиваются лицом к профессиональному образованию, возможно, это будет, так сказать, полезно. Вот, ну, там еще стили педагогического общения, и что у нас остается за рамками, у нас остается за рамками воспитания, да. Почему? Ну, это не актуально, воспитание. Поэтому можно сколько угодно говорить, что надо вот там еще и воспитывать, но на практике в современной школе, значит, ну, вуз это другое дело, вот, воспитание, по сути дела, отодвинуто. Почему? Потому что права ребенка, да, они несовместимы с традиционным воспитанием. Традиционное воспитание. Ну, например, там нельзя детей не то, что наказывать, но даже какое-то не то слово его адрес. Ну, и, соответственно, дети могут жаловаться на преподавателей, могут писать кляузы, доносы, что угодно могут делать. А обратных рычагов воздействия у школьных, во всяком случае, учителей нет никаких. Если у вузовских они все же есть, это угроза отчисления, да, например, с первого курса для студентов, то из школ сейчас никого не отчисляют, ну, мы не говорим пока о гимназиях, о каких-то более таких привилегированных заведениях. Так, что есть возражения на этот счет, да? Ну, если ребенок, допустим, пожалуется на родителей на физическое насилие, ну, отшлепали ребенка или там дали под затыльник, затрещину, там, отец, да, это самое, то ребенок имеет полное право пожаловаться на родителей. Вот. И орган такой есть. Это органы аппетии и попечительства. Если вы смотрели голливудские фильмы, там эта тема очень хорошо показана, да? Там может даже без всякого повода ребенок просто-напросто пожаловаться на родителей. Спрашивается, цель какая, какая выгода этому ребенку. А вот его возьмут, отдадут на воспитание в более богатую семью, да? Где он будет вдоволь, так сказать, играть в стрелялке, кататься на самокате и какие-нибудь чупа-чупсы, да, не выпускать изо рта. Ну, то есть, примерно вот такой смысл. Может быть, знаете, да, такой распространенный сюжет из тогдашних, из тамошних фильмов про детей и подростков, что приходят такие тетки, ну, как правило, чернокожие, уж не знаю, какой смысл в этом, и забирают прямо вот живого ребенка из сравнительно нормальной семьи. Ну, если пусть не богатые, ну, это же не какие-нибудь там бомжи, допустим, или, значит, асоциальные личности. Забирают и все. Это у них в порядке вещей. Ну, у нас пока еще до этого не дошло, но если вы, например, смотрите какие-то судебные передачи, я не говорю, что там какие-нибудь, значит, бюллетени Верховного суда читаете, а вот судебных передач их достаточно много сейчас, то там есть такие случаи. Да, действительно, попытки изъять ребенка вот из вполне нормальных семей. Вот, поэтому вот такая тенденция в развитии педагогики, вот, на мой взгляд, не сулит ничего хорошего, да, по большому счету. Все это ведет, ну, к лому традиционного института не только школьного обучения и воспитания, но и вот традиционных семейных ценностей. Ну, пока не будем подходить с другой стороны, что еще грозит семейным ценностям по общим, скажем так, европейским, да, стандартам. Но, по крайней мере, вот, педагогика не лучшие времена, прямо скажем, переживает. Итак, вот примерно такой план прохождения дисциплины. Но в этом плане еще есть такие нюансы. Значит, по всей видимости, по всей видимости, это еще я согласую. Значит, третья форма контроля будет, это тестовые задания. Естественно, не после каждой темы, как здесь записано в программе, но где-то теста три за семестр, скорее всего, мы будем выполнять. Итак, значит, третья форма – это тесты. Тесты. Примерно как вот какая-то первая форма-то на ЕГЭ, форма А, да, или как там она. Ну, в общем, то есть, четыре варианта ответов, ну, там, может быть, где-то бывают и пять, но здесь у нас будет четыре варианта ответа. То есть, вопрос и четыре варианта ответа. Вот, только один из них является правильным. Вот, тесты будут в виде блиц-опросов, блиц-опросов. Ну, видите, если, допустим, они вообще-то рассчитаны на аудиторию, скажем так, очную, да, очную. Почему? Потому что время на выполнение теста должно быть где-то порядка десяти минут. То есть, это блиц-опросы. И лучше всего, во избежание утечки информации, чтобы это все выполнялось на листках бумаги, ну, а вопросы, естественно, будут выведены на экран. Понятно, да? Потом сдает через 10 минут, ну, там, в начале 11 минуты, эти самые выполненные ответы, ну, а на следующем занятии подводим итоги и ставим оценку. То есть, обычно где-то по опыту других предметов, которые я веду, это 12 вопросов, и вот за 10 минут нужно на них ответить. Ну, жестко довольно, да? Жестко довольно, но, тем не менее, значит, если это дело происходит у аудитории, обычно это все нивелируется чем? Возможностью пользоваться, да, где-то там, какими-то гаджетами, да, где-то там из-под полы. Ну, при, значит, определенном умении можно очень быстро найти нужный вариант ответа. Как это будет вот в онлайновском обучении? Ну, сказать, да, вот как удаленно будут, да, вот Егор опять спрашивает, будут тесты. Ну, в общем, Егор, пока еще я не могу вот сейчас на первом занятии, да, установочном, вам сказать, как именно будут удаленно проходить эти тесты, потому что там теряется сам смысл, ну, скажем так, открытости, да, вот тут вы передо мной, например, ну, где-то из-под полы вы можете чего-то, а когда я вас не вижу, вы спокойно, так сказать, по параллельному, допустим, экранчику все найдете и тут же все выдадите, да. Здесь все-таки еще надо суметь быстро найти 10 минут, это обязательное условие, тут никаких не может быть со временем прохождения. Пока не могу сказать, но вообще эти тесты, они заявлены, во-первых, в программе, вот по педагогике и психологии, ну, и, во-вторых, это современный метод контроля знаний, который очень и очень широко сейчас везде применяется. Через некоторое время все это я отработаю, так сказать, додумаю, и вам обязательно это дело изложу. Ну, чтобы вы не расслаблялись, то вот имейте в виду, что тесты, значит, скорее всего будут, ну, вернее, будут почти точно, да, на 90% будут, но не более трех, значит, тестов по различным темам за семестр. Не более трех. То есть, это не на следующей неделе, не через две недели, когда-нибудь вот так в процессе, да, вот обучения. Так, значит, есть ли сейчас вопросы по поводу прохождения дисциплины педагогика и психология? Педагогика и психология. Так, смотрим пока на экран. Там активные пользователи типа Егора Комарова, может, что-нибудь спросят. Так, здесь присутствующие подавленно молчали, да, вопросов нет. Так, ну ладно, там, может быть, еще нас спросят. Ну, теперь такой важный момент, это рекомендуемые источники, литература, значит, никаких, еще раз повторюсь, ссылок не будет. То есть, электронные ресурсы, тут у меня два написано, но это всего-навсего доступ к базам. Поэтому, если вы захотите, я думаю, вы с большим успехом этот доступ и так найдете. Что касается литературы, значит, здесь давайте начнем мы, вот есть такой не очень известный закон, он, кстати, действует с 2006 года, но он почему нужен, потому что этот закон, ну, как бы переводит, в том числе, значит, педагогический процесс на новый рельс. Итак, первое из литературы, что мы запишем, это федеральный закон, но номер 149, ФЗ. Номер 149, ФЗ. Номер 149, ФЗ. ФЗ говорит о том, что это федеральный закон. Есть еще федеральные конституционные законы, но это так, для общего напоминания. От 27 июля 27.07.2006 года. 2006 года. Он называется так. Это информационный закон об информации, информационных технологиях, об информации, информационных технологиях и о защите информации. И о защите информации. Ну, вы можете спросить, а зачем он нужен здесь, в педагогии и психологии, тем более на первом месте. А он подчеркивает, что мы вот именно с этого момента, видите, уже сколько времени прошло, 15 лет, да, вступили в информационную эпоху. Или, если угодно, как говорил бывший премьер-министр Медведев, в информационную эру, да, вступили. Вот, с изданием этого закона, ну, в России. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. И о защите информации. И следующий тоже федеральный закон, федеральный закон, номера его нет, а на память я его не помню. Поэтому, если надо, найдете федеральный закон, то же самое Российской Федерации, об образовании, об образовании в Российской Федерации. Об образовании в Российской Федерации. Этот закон был принят в 2012 году и с тех пор действует. 2012 года. Федеральный закон Российской Федерации об образовании в Российской Федерации. Федерации. И вот такую третью любопытную книжицу мы с вами давайте запишем. Третий источник. Чтобы не быть голословным в отношении вот этих новых тенденций в образовании, а то, допустим, какой-нибудь любознательный, пытливый аспирант, ну, пока еще сложно судить о вас, насколько вы пытливы, вот Егор Комаров спросит, а почему вы решили, чтобы Болонская система у нас держит? А вот потому что, давайте запишем, такая есть книжка, весьма любопытная ее, так сказать, не то, чтобы читал полностью, но знаком с ней. Вот, называется так, автор Байденко, Байденко В.И. Байденко В.И. Называется его труд так, Болонский процесс, Болонский процесс, двоеточие, проблемы, опыт, решение. Болонский процесс, проблемы, опыт, решение. Решение. 2006 год, 2006 год. Любопытное содержание, ну, там, в основном, конечно, автор выступает аполлодетом этой программы, ну, то есть, он отмечает, конечно, определенные, значит, определенные недостатки этой системы, но, в целом, благосклонно ее оценивает, хотя и признает, что она ломает все устоявшиеся принципы, значит, обучения и принципы педагогика. Это вот такая литература, она не очень обязательная, но чтобы вы имели представление о том, что, значит, вот на таком законодательном уровне наша, скажем так, педагогика, в меньшей степени психология, вот она, значит, контролируется и регламентируется. Ну, а что касается основной литературы, это была, как бы, такая литература, значит, общерекомендуемая, да? А вот, что касается основной литературы, есть такой ученый, такой учебник, достаточно известный, можно сказать, классический, авторы Сластенин, Сластенин и Коширин. В печатном виде, в такой зеленоватой обложке, довольно толстая такая книга, Сластенин и Коширин, называется «Психология и педагогика». «Психология и педагогика». Самое лучшее, самое известное, это третье издание, третье издание, значит, издание «Москва Аспект Пресс», Аспект Пресс, 2007 год, 2007 год. Возможно, есть и другие издания, в интернете эта книга имеется, но в 2007 году считается, ну, классикой, вот такой современного психологического подразделения. Там все есть, почти практически все, что надо, «Психология и педагогика». Следующий учебник, автор Столеренко, это женщина Людмила Дмитриевна, Столеренко, ЛД, называется «Психология и педагогика». «Психология и педагогика». «Психология и педагогика». Вот здесь тоже насчет изданий. Итак, мы запишем, значит, издание, значит, там, дополненное, переработанное от 2014 года. Издание «Феникс», «Ростов-на-Дону». «Ростов-на-Дону». Ну, пусть вас «Ростов-на-Дону» не очень смущает, вроде бы, так сказать, провинция, да, многие считают, по всякому случаю. Хороший такой, довольно, скажем так, понятный учебник. Так вот, «Феникс», «Ростов-на-Дону», 2014 год. Это последнее издание. Но если вы раздобудете Столеренко от 2003 года, то будет лучше. Вот 2003 года, ну, это не только мое мнение, это мнение большинства, так сказать, причастных лиц. Издательство 2003 года, пока еще не дополненная переработа, оно лучше, чем 2014 года. Ну, в конце концов, сойдет и 2014 год. Столеренко, ЛД. Вот. И еще одно, давайте запишем, значит, еще один источник. Это относится как раз к образованию, к образовательному процессу. Автор Смирнов, СД, Смирнов, СД. И называется учебник «Педагогика и психология высшего образования». Издательство, там, ООО, не КПКЦ, ну, это неважно, значит, Восход А, 2007 год. 2007 год. «Педагогика и психология высшего образования». И еще вот лично от меня есть такой очень хороший учебник. Ну, собственно говоря, то, что лично от меня, он тут указан в качестве дополнительной литературы. Давайте его отметим. Вот у нас будет довольно объемная тема. Это психологические концепции, да, история. Так вот, на эту тему есть хороший такой, прямо скажем, очень хорошо читающийся учебник. Это Ярошевский, Ярошевский, Я первая буква, Ярошевский, МГ. Называется «История психологии». История психологии. Вот если возьмем учебник за 2009 год, выяснится, что это аж шестое издание. Ну, наверное, знаете, что если какой-то литературный труд, ну, или там не обязательно литературный, там научный или еще какой-нибудь, издают много раз, значит, удачный. Да, то есть аж шестое издание в 2009-м. Возможно, сейчас есть и седьмое издание. «История психологии». Вот там абсолютно все написано, откуда возникла психология. Вот, наиболее видны ее представители и, конечно, различные концепции, различные школы психологические и так далее. То есть вот такой у нас курс прохождения дисциплины с указанием источников. Ну, а, конечно, сейчас, я думаю, по любая общественно-политическая дисциплина обязательно нужно, значит, еще говорить, что огромное количество информации есть в интернете. Но вот все-таки давайте ориентируемся на то, что вот я вам дал, да. Потому что действительно, как вот тут насчет концепции, кто тут Андрей Кудряшов, да, а чему верить-то, собственно говоря, да, чему верить. И что является научным, ненаучным. Вот. Это действительно вопрос из вопросов. Ну, вот я еще, например, преподаю историю. Там вообще завал, представляете. Ну, историю. Что хочешь сейчас, раскрываешь интернет. Там же вообще немереное количество порталов, так сказать, источников информации. Буквально все, значит, распухает интернет, да, значит, вот этими, да, всевозможными историческими концепциями, на любую точку. Поэтому надо, конечно, вот современные информационные вот эти массивы, к ним относиться довольно-таки, значит, реалистично, что-то отвергать, что-то, значит, наоборот, ориентироваться. Ну, вот общую конву я вам дал. И, соответственно, сегодня мы с вами начнем вводную уже лекцию по самому курсу по введению в психологию. И это психология как наука. То есть то, что вам в самом начале было объявлено. Психология как наука. Ну, то есть вот предмет психологии, конечно, нуждается в объяснении и в уточнении. Откуда что все взялось? Взялось в древнейших времен, когда люди стали осознавать себя людьми, надежно отличающимися от животных, да. То есть высокие интеллектуальные способности по сравнению с представителями другого животного, остального животного мира. Человек себя выделил, да, из биомассы и сразу задумался о том, что помимо телесного, да, вот телесной наружности, различных внутренних органов, рук, ног, допустим, и так далее, у него имеется некая субстанция, которая, вот еще раз повторю, надежно отличает его от представителей любого другого, так сказать, животного царства. При этом, значит, психология, безусловно, далеко не сразу родилась как отдельная научная дисциплина. Вот эти вот высокоинтеллектуальные люди древности, ну, например, те же, допустим, философы классического эллинистического периода, ну, вернее, если строго говорить с исторической точки зрения, эллинизм начался только с Александра Македонского, а до этого все равно были мыслители. Вот эти великие философы, они были не только философами, да, они рассуждали о проблемах нераздания, были космогонистами с удивительной, значит, с удивительной, скажем так, поражающей воображение даже сейчас простотой. Они оперировали понятие космоса, айкумены, допустим, да, вращение там Земли, вращение Солнца, ну, то есть во всех областях. И в том числе и математика, и физика, и механика, везде они были. То есть тогда философ, это просто человек выдающихся интеллектуальных способностей. И вот стали люди осмысливать, собственно говоря, чем именно, вот что это такое, что отличает людей от животных. То есть необходимость учитывать психический склад людей. А учитывать этот психологический склад нужно только допустив наличие некоего духовного начала, духовного начала, который как раз и определяет и направляет поведение как отдельного человека, так и человеческих сообществ. Есть что-то такое у человека, давайте-ка мы это будем изучать. Ну и началось все с трактата Аристотеля о душе. Это название Аристотель. Матерый, да, человечище. Представляете, как выглядит Аристотель. Есть такая афинская школа, фреска Рафаэля, великого художника эпохи Возрождения. Вот там две могучих фигуры на переднем плане, Платон и Аристотель. Они, соответственно, значит, спорят, полемизируют. Платон идеалист, мы еще будем о нем говорить, Аристотель материалист. Но вот именно с, ну там можно прочитать, что Аристотель ученик Платона, хотя потом они в дальнейшем, значит, очень сильно разошлись, вам сказать. Ну, собственно говоря, фундаментально. Потому что идеализм Платона, вошедший в легенды, в пословицы и поговорки, и столь же такой радикальный материализм Аристотеля. Вот Аристотель был материалист во всем. И вот впервые он, ну, не впервые, давайте вот все-таки идеализм Платона рассматривать как отдельно, да, такую параллельную структуру. А вот Аристотель выдвинул идею о существовании души, о существовании души, находящейся в единстве с телом, в единстве с телом. Видите, материализм. А у Платона там всякие начала с космосом связанные, да, связанные, допустим, с каким-то строением человеческого тела. Очень интересно само по себе. Вот будет такая тема, кстати, презентации. Мы будем рассматривать на следующем, вернее, наверное, через занятие уже более подробно Платона. А пока вот, значит, Аристотель выдвигает понятие о душе обязательно в тесном единстве с телом, да, но при этом душа, несмотря на это единство, контролирует, контролирует мысли и чувства. Контролирует мысли и чувства. А все это, в конечном итоге, опирается, по Аристотелю, на опыт, на опыт, накапливаемый в течение всей жизни. Отсюда какой любопытный промежуточный вывод возникает? То, чем, скажем так, старше, опытнее человек, тем он душевнее, тем более развито у него духовное начало. Ну, что-то в этом есть, согласитесь, да? Согласитесь. Вот, всевозможные молодые люди, если уж, значит, дети, тем более подростки, да, вот, конечно, у них, в общем-то, действительно несколько другой опыт жизненный. И, соответственно, значит, и духовный склад у них другой. Но, в любом случае, первоначально психология, начиная с Аристотеля, выступила как наука о душе. Ну, и возникает вопрос, что же такое душа, откуда вообще это понятие появилось. Появилось оно от древних греков. И на этот счет существует такая, значит, легенда. Ну, легенды в Греции назывались мифами, да, мифы. Хотя, вот если сказать миф, сразу мы представляем, что здесь все выдумано от начала до конца. Ну, а поскольку сейчас, помимо психологии, да, и вообще реформируются все области, фактически, общественно-политического знания, то и насчет вот всяких исторических вот этих, значит, якобы выдумок, существует целый ряд других историй, что, возможно, там есть какое-то рациональное зерно. Ну, в любом случае, вернемся к психологии. Вот само понятие психи, то есть душа, душа – это психи, да, значит, по-гречески психи. Идет свое начало от эрота, эрота знакомая, да, название сына Афродиты, который влюбился в земную женщину, да, в земную женщину невиданной красоты по имени Психея. Ну, мать Афродита была против, да. Ну, наверное, знаете, что в отличие от более, скажем так, поздних религий, монотеистических, религию древних греков вот те же самые мифы читать одно удовольствие, да. То есть там боди и бодини фактически выступают как люди, только у них два есть качества, отличающие от людей. Они всесильны и бессмертны, да, всесильны и бессмертны. Так вот, конечно, Афродита была против, но, как говорится, влюбленные настаивали на своем, в частности, вот эта психея земная женщина, она выдержала такие трудные, можно сказать, злокозненные испытания, которые приготовила Афродита, ну, чисто так по-женски, да. Да, прошла их всех, движимая любовью к Эроту. Ну, а Эроту, в свою очередь, он подсуетился и убедил верховного бога Зевса, а он главнее был, чем Афродита, да, согласитесь. Афродита – дочь, Зевс – отец. Вот, что, дескать, психею неплохо было бы превратить в бодини, да, чтобы она тоже стала обладать двумя этими качествами – всесильностью и бессмертностью. Вот, и, соответственно, Зевс выполнил, внял просьбе, и таким образом влюбленные на веке соединились. Итак, вот изначально, значит, высшее проявление человеческой любви с чем было связано? С любовью, да, то есть к обоюдному влечению мужчины и женщины, которые вот преодолевают все препятствия, да. Итак, вот душа изначально, с самого начала – это, значит, проявление любви, да, любви, значит, преодолевающей любые препятствия. Так вот, психея, соответственно, смертная, обретшая бессмертие вот таким образом, стала символом души, то есть, значит, души, ищущей свой идеал, да, ищущей свой идеал. Ну, несколько, может быть, высприняно, но что делать, вот в Древней Грекии они были такими. Ну, а само слово психология, психе, душа и логос, знания, появилось очень и очень поздно. Появилось только лишь в XVIII веке, только в XVIII веке, в работе немецкого философа Христиана Вольфа. Вот все это время, представьте, начиная с античности, ну, средние века там, может быть, ну, хотя средние века, что их опускать, если, например, в Европе, может быть, и было все довольно, так сказать, примитивно, а вот на Востоке там же и медицина, да, и, допустим, вот наблюдение за поведением, там это все было очень развито, все эти Авиценна, Абероис и так далее. Вот, поэтому, значит, вот столько времени психология, как отдельная наука, отдельная научная дисциплина не существовала. Она существовала в рамках философии с античности и по XVIII век. Ну, и вот такой длительный путь развития, несмотря на то, что она не была отдельной дисциплиной, ну, в конце концов, эта формальность не так важна. За весь этот свой длинный путь развития, значит, происходило, безусловно, изменение понимания объекта, объекта, предмета и целей психологии. И целей психологии. И вот рассмотрим вкратце, безусловно, вкратце, там можно, конечно, строго говоря, разбить на большее количество этапов, но хотя бы в общем и целом. Вот это развитие, развитие психологии. Следующие этапы прошло. Первый этап – это психология, как наука о душе. То есть, о чем только что я вам сообщил. Психология, как наука о душе. Более двух тысяч лет назад все это началось, и долгое время по-другому к психологии и не относились. Суть этого этапа – то, что наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. Все непонятные явления в жизни человека. Большим подспорьем здесь являлась, нетрудно догадаться, религия, да? Которая пыталась вот эти непонятности, ну, понятные непонятности, да, такой коломбур, вот объяснить какими-то божественными промыслами и так далее. Наука о душе. Очень долго все это происходило. Ну, вот я тут упомянул о Востоке. Вот там были буквально, там вот экспериментальная вот эта психология, она зародилась, то есть, не в лабораториях, например, там, Вунта или нашего соотечественника Ивана Петровича Павлова. А вот Аберройс, например, такой опыт делал, значит, очень известный, почти столь же известный медик Арабского Востока, как и Авиценда, да, всем известный. Вот в виду привязанного к дереву волка, надежно привязанного, находился ягненок, ягненок, ягненка вначале привязывали, а потом вообще не привязывали, и, значит, ягненок бекал. Вот представьте, привязанный ягненок только от одного вида волка быстро, значит, заболевал, херел и умирал, да, и даже бегающий свободный ягненок, ну, другой, естественно, да, тоже все время его неудержимо тянуло смотреть на этого, пусть даже привязанного волка, он не осознавал того, что он может вообще убежать и так далее. И все равно он пугался, тоже заболевал и умирал. Ну, то есть, мы не будем сейчас делать выводы из этих, скажем так, из этих вот опытов, ну, согласитесь, что это хороший такой натурный эксперимент, как раз подтверждающий, да, наличие, вроде бы животные, ну, у арабов несколько другой был подход ко всем вопросам. У нас, к сожалению, арабский восток мы не сможем рассмотреть, но вот если вас заинтересовала книга Ярошевского, вот «История психологии», вот там это все описано, и можно соответствующее истолкование прочитать. Так или иначе, мы подошли ко второму этапу. Второй этап – это психология как наука о сознании. о сознании. Душа по Платону, где она, значит, где она локализована, это где-то в сердце, да, в сердце. Вот. А сознание – это уже совсем другое дело. Это то, что связано с головой, с мыслительной деятельностью. И второй этап – это возникает в XVII веке, начинается в XVII веке в связи с развитием естественных наук. В связи с развитием естественных наук. Это все вам на последующих занятиях будет, значит, сказано, в частности, вот психология Декарта, да, Рене Декарта. Ну, не только его, но Декарта, собственно говоря, особенно, значит, такой в концентрированном виде, вот этот вот естественно-научный подход абсолютно ко всем явлениям, в том числе к человеческой психике. Итак, значит, что главное на этом этапе психология как наука о сознании? Главное здесь – это способность думать, думать, анализировать, анализировать, чувствовать, думать, анализировать, чувствовать и создавать новое, и создавать новое. И все это было названо сознанием, сознанием. Сознанием. И вот этот этап обогатился именно необходимостью экспериментальной психологии. Ну, психологии, еще раз повторю, тогда не называлось, но экспериментальных методов исследования. Так вот, основным методом изучения человека, да, человеческой сущности на этом этапе считалось наблюдение, наблюдение человека, ну, прямо скажем, за самим собой, да, самонаблюдение за самим собой, и описание фактов, и описание фактов, что получилось. Абсолютно естественно-научный подход. Это второй этап – психология как наука о сознании. Третий этап – это психология как наука о поведении, поведении, о поведении. Это, конечно, самое яркое, значит, здесь проявление, самая яркая такая школа общественно-научная – это бихевиоризм, да, то есть бихевиор поведения, вот, это проявлялось не только в психологии, и в философии, и в политической науке, и в социологии. Психология как наука о поведении возникает в 20 веке, в 20 веке, третий этап, третий этап. И здесь задача психологии еще более конкретна, чем на втором этапе обозначалась. Задача психологии вот здесь на третьем этапе с начала 20 века – это ставить эксперименты, уже, видите, не просто наблюдение, а эксперименты. Эксперимент – это уже, так сказать, что-то, ситуация организованная, да, исследователь. Ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть. И наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть. Увидеть. Ну и что же можно увидеть, если поставить эксперимент и внимательно наблюдать. Так вот, можно, значит, увидеть поведение, поступки, поступки и реакции человека. Ну, собственно говоря, реакции чуть ли не главным здесь было. Вспомним того же Павлова, да. Начиналось все с безусловных рефлексов, а потом он плавно подвел, ну, собственно говоря, плавно для себя, но не для, так сказать, животных, да, которых он наблюдал. Это, соответственно, к условным рефлексам. Так вот, значит, реакции человека – это мотивы, это реакции человека, они, ну, чисто механически учились. То есть, здесь за скобками что оставалось – мотивы, мотивы, вызывающие поступки. Вот, собственно, в этом суть бихвиоризма, да, бихвиоризма. Вот бихвиорист, например, тот же Скиннер говорил так, что вот, значит, ребенок плачет от того, что испугался собаки с научной точки зрения, не имеет никакого значения, да. А нужно сказать так, что у ребенка непроизвольно, значит, появляются слезы от того, что нервные импульсы проходят, значит, ну, в смысле, вот, вброс там соответствующего гормона, да, происходит, ну, то есть, чисто вот механически, то есть, это в свое родо возвращение к декартовой теории. Вот, это, дескать, вот есть настоящая, настоящая психология, вот, анализ, наблюдение, и, в первую очередь, это, конечно, наблюдение за реакциями. Ну, и четвертый этап, четвертый этап, четвертый этап, прямо скажем, наиболее расплывчатый. Будем считать, что он продолжается по сию пору, хотя, если вы где-то встретите, что сейчас как-то по-другому этот этап назван, ну, охотно поверю, вполне может быть. Итак, четвертый этап – это психология как наука, изучающая объективные закономерности. Если на предыдущем этапе все-таки было очень много субъективизма, да, то здесь психология как наука, изучающая объективные закономерности. Проявления и механизмов психики. Проявления и механизмов психики. Здесь свою роль сыграл и психоанализ Фрейда, и, значит, труды его, скажем так, учеников условно. Ну, почему условно, я все говорю, ну, потому что ученики от него открещивались. Уж, казалось бы, Адлер сам и что ни на есть, масса фотографий, где они вместе. Ну, сам Фрейд был весьма своеобразной личностью, да. Он же был психотерапевт, в первую очередь, уже не просто свой анализ придумал откуда-то. Из наблюдений за больными. Так вот, любопытная особенность, что когда он, скажем так, ну, ему исповедовался пациент, ну, не то чтобы исповедовался, он его выслушивал, он никогда не смотрел ему в глаза вообще. То есть, значит, он ложился, пациент, на кушетку, а Фрейд находился в головах сзади. Так что не то, чтобы, значит, с глазами не встретиться, но и вообще он его не видел визуально своего, скажем так, психотерапевта исследования. То есть, вот такой, значит, любопытный подход, но тем не менее. Так вот, значит, психология, начиная с четвертого этапа, определяется так. Давайте это запишем, ну, типа такого определения. Определяют как научное исследование поведения и внутренних психических процессов. Научное исследование поведения и внутренних психических процессов. И практическое применение, и практическое применение получаемых знаний. И практическое применение получаемых знаний. Не очень конкретно получилось, но что делать? Масса психологических концепций. Есть, например, современные психологи, которые, собственно говоря, по-прежнему выгодского лурия считают непререкаемыми авторитетами, ориентируются на них свои. Есть новомодные, которые, так сказать, отвергают, которые что-то пытаются. Есть, например, поклонники Зимбарда, который ставил свой тюремный эксперимент. Есть, например, поклонники других экспериментов до сих пор. Ну, хотя эксперименты над людьми, прямо скажем так, как они были в середине 20 века, в наше время уже проводить нельзя. Это запрещено законодательством большинству стран. А раньше вообще такая экспериментальная психология свой расцвет переживала как раз в начале, ну, скажем так, не в самом начале, в 20-е годы и примерно по 60-е годы 20 века. Потом все это постепенно стало сходить на нет, потому что во многом поэтическим соображениям многие испытуемые до них не доводились, к чему могут эти эксперименты приводить. Они приводили действительно часто к негативным последствиям. От всего этого отказались. Ну, раз отказались, значит, соответственно, и база для дальнейших каких-то психологических прорывов резко сужилась. Ну, можно сколько угодно говорить о чем-то, да, писать, где-то там размещать в каких-то сборниках. Но если нет под этим экспериментальной базы, сами понимаете, это во многом умозрительно. Так, значит, следующее занятие мы начнем с задачи места психологии в системе наук и отрасли психологии. Рассмотрим на презентации. Я вам покажу. Да, кто? Вот роль и значение психологической практики на следующем занятии я вам напишу, нарисую на доске, и вы поймете. А чем же, собственно, там еще есть психодиагностика, вот чем психиатрия, да, и психотерапия. Есть еще психотерапия, отличается от психологии. Психолог, вы пришли, психолог, так сказать, внимательно вас выслушал, какой-нибудь тест показал, ну, допустим, Роршаха, да, там, установил, что вы вообще-то какая-то личность склонная, ну, я условно говорю, гипотетически, каким-то шизоидным проявлением, потому что из этих, так сказать, ну, весьма любопытных текстов, ой, тестов Роршаха, значит, одним видится одно, например, летучая мышь, а другим, допустим, в одном и том же, в таком бесформленном пятне, пасущаяся корова, да, на лугу. Ну, и в таком духе. Вот, поговорить, ну, и все, на этом все закончится. Он даст вам советы, но не более того, а вот психотерапевты, и тем более психиатры, это уже будут вас лечить реально, а чтобы лечить, это нужно диагноз поставить. Так что об этом мы будем говорить тоже на следующем занятии. Так, все, на этом мы заканчиваем, значит, в 20 минут у нас заканчивается занятие, ну, там, если даже где-то числится, что 25, ну, у нас мы без маленького, так что вот 15-20 мы с вами занятие заканчиваем, понятно, да? Поэтому сейчас вы можете задать не длинные вопросы, чтобы можно было сходу ответить, и будем, так сказать, на этом завершать. Где у нас там онлайнщики? Что-нибудь напишут? Так, у вас нету присутствующих? Ну, давай, задавай. Ну, бящего. Ну, вот то, что из собой представляет мозг, стало известно очень и очень поздно. Это вторая половина 20-го века с развитием методов экспериментального исследования, да, то есть с развитием медицинской техники. Сейчас, если МРТ делают, то видят все, что находится в мозге. Но многие отделы были, вот все эти гипоталамусы, гипокампы или белое тело, например, мозга, это все было вот во второй половине 20-го века только лишь открыто. Можете себе представить? И до сих пор структура мозга, к сожалению, не заявлена у нас тема структура мозга. В самых общих чертах я, может быть, вам выкрою время, когда у нас пойдет речь о сознании, да, высших, так сказать, проявлениях человеческой психики. Вот, очень много интересного выявили. Вот этот, например, гипоталамус, слышали, да, такой проводом. Исключительную роль играет в психике человека, о нем знать не знали, вот, Бог знает до каких времен. Так что, конечно, а насчет биохимии, то есть вот этих процессов, да, происходящих, ну, конечно, об этом говорят и пишут. Ладно, так, все понятно, вот Егор Комаров, так, кто там еще? А, почту. Так, ладно, давайте не будем сейчас почту писать. Пришлю, напишу в начале следующего занятия. Вот насчет взаимодействовать, в личной почте будем взаимодействовать. Да, ну и просьба без нужды не напрягать вашего куратора, Сулейменко Альвину Алексеевну, вот, по поводу, ну, это представьте, по технический вопрос, только по организационному. А насчет того, что вот мы бедные аспиранты, чего-то у нас там не срастает от психологии, вот этого не надо, чтобы Сулейменко объяснить. Только через меня решаем все вопросы, понятно, да? А потом, то, как в прошлом занятии, особенно иностранные вот аспиранты, а вот мы там чего-то. Ну, почему ты меня-то не спросил? Зачем-то? Она все равно мне перешлет этот вопрос, понимаете? В этом нет никакого смысла. Но если она мне пересылает вопрос, это подлучается, что я вам что-то не дал, не сказал, понимаете? Вот такое чисто психологическое, опять же, раз у нас психология. Вот, поэтому все в личном взаимодействии. Адрес я вам даю в начале следующего занятия. Сейчас давайте, так сказать, не надо тут бежать, давайте на этом закончить. Все, я думаю, больше нет вопросов, да? И у присутствующих. Продолжение следует...